Если нужно одним словом описать развитие авиационной индустрии Китая в 2023 году, то я бы выбрала слово «восстановление». После пандемии китайские авиакомпании возобновили маршруты и отчитались об увеличении пассажир потока. Уже в этом году, в первый день праздника весны, гражданская авиация перевезла рекордное количество пассажиров, достигнув отметки в более чем 2 миллионов человек, что на 111% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В полном объеме восстановлено авиасообщение между Китаем и пятью странами Центральной Азии. Открыты и новые маршруты. Например, China Southern Airlines запустила рейсы из Сиана через Урмудти в Душанбе, а также из Пекина в Алматы. В целом, бурное развитие переживает и авиационная промышленность Китая. В прошлом году в свой первый полет отправился пассажирский самолет китайского производства С-919. Этот авиарлайнер теперь совершает регулярные рейсы между Шанхаем и Чанду. В сентябре прошлого года авиакомпания China Eastern подписала дополнительное соглашение на поставку еще 100 таких самолетов. Согласно прогнозу Albus Aviation Services, парк коммерческих самолетов страны, к 2042 году вырастет до 11 тысяч единиц. Таким образом, Китай станет крупнейшим в мире рынков авиационных услуг, стоимость которого превысит 500 миллиардов долларов. Если у вас есть вопросы о китайской экономике, вы можете задать их в комментариях. Мы обязательно на них ответим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...